Какие цирконы помимо старлитов облагораживают нагреванием? Из тех, что официально разрешены и, скажем так, используются по всему миру, это, конечно, старлиты. Причем старлиты берут сырье родом из Камбоджи. Пытались нагревать и красно-коричневые цирконы из Шри-Ланки и из других стран, но, к сожалению, не уходят в тот красивый ярко-голубой оттенок, это вот именно родом из Камбоджи. Почему конкретно это происходит? Вероятнее всего, это из-за состава и, скорее всего, из какого-то добавочного химического элемента. Но, если честно, я не исследовала этот вопрос прям досконально. Я уверена, что наверняка такие публикации есть у именитых гемологов, исследователей. Поэтому, в принципе, если я заботюсь с этим вопросом, можно найти, докопаться до истины, почему именно родом из Камбоджи. Что касается других цирконов, да, их могут нагревать, безусловно. И поэтому самым, наверное, главным плюсом того, что вы получили негретый циркон, самое главное, диагностикой, если вы не умеете так отличать, а это вряд ли получится в домашних условиях, то это, конечно, сертификат известной лаборатории, который бьется с ее сайтом, с QR-кодом и так далее. То есть, не просто там отпечатаны где-то за углом в типографии, и все в таком духе. Поэтому, это, наверное, самое главное. Вот, желтые могут нагревать, я знаю, медовые могут нагревать, красные особо с ними ничего не делают, но они, если честно, не очень дорого стоят. Они самые недорогие, особенно красно-коричневые и коричневые. Коричневые вообще, в принципе, с трудом можно отнести к драгоценным камням. Это больше, наверное, такой ювелирный формат, ну, потому что они, у них цвет такой, и они уже часто бывают непрозрачные. Вот, но вот что касается желтых, оранжевых, медовых, да, вполне возможно, здесь нужно проверять именно и смотреть по сертификату, чтобы факта нагревания не было в случае, если вы ищете именно такие камни. Вот, но делают это не повсеместно, не постоянно, как с камбоджийскими, да, а именно вот при, ну, здесь, понимаете, ситуация какая? Это же не концерны нагревают, да, камни, это при майнах есть определенные, грубо говоря, умельцы, да, там, или ребята, которым тем, так или иначе, достается сырье, цирконовое, в частности, да, и чтобы улучшить его, продать подороже, они, например, нагревают его там в какой-то печке. Вот, но это не то, что это там целый завод по нагреванию, то есть это может появляться какие-то разовые, соответственно, вбросы этих камней, нагретых на рынок, да, но это не происходит, ну, как сказать, в таких огромных масштабах, да, то есть это не заводы по производству, по нагреванию камней.